Теперь, значит, что касается войны. Да, вот это интересно. О войне. Вот сейчас многие об этом говорят, некоторые считают, что эта политика собственная осуществляется в открытую. Значит, понятно, что существуют страны, у которых достаточно России, в первую очередь, наверное, России в первую, вторую и третью очередь. Страны, у которых обладающие такой военной мощью, что прямое военное столкновение с ней, в общем, считается неприемлемым. Но, значит, концепция состоит в том, чтобы, избегая прямого военного столкновения, душить страну, используя ее явный, значит, явный дисбаланс в ресурсах. Вообще ее, а у кого какие слабые места? Это делается путем информационного воздействия, путем финансового удушения экономического, путем изоляции, путем втягивания в конфликты различные. И эта концепция, это не конспирология, она реально существует, реально расповедуется. Но одна фраза, как ты совершенно справедливо сказал, когда говорил про ИГИЛ, что очень часто, и даже скорее, чаще так, чем иначе, созданные для чего-то, кем-то рукотворной организацией делают совсем не то, что думали, так же точно планы в части, избегая прямого военного столкновения, это замысел. А реальность сплошь и рядом окажется совсем иной. Я хочу просто намекнуть на разницу, которая существует при применении такой тактики к Ирану, к Югославии, значит, и к прочим странам. Никаких возможностей, значит, нанести неприемлемый ущерб Соединенным Штатам по собственной воле у этих стран не было. То есть для этого Соединенные Штаты должны были послать туда огромное количество сухопутных войск, ввязаться в бессмысленные какие-то операции с точки зрения их бессмысленной, вот, и вот этот неприемлемый ущерб огрести. С Россией ситуация другая. У нас существуют средства нанесения неприемлемого ущерба. Мы, правда, знаем опыт Советского Союза, он удался. Вот. Два раза в одно место воронка не падает. На самом деле я считаю, что, безусловно, основополагающим элементом современной российской политики поскольку нам нужен и выигрыш во времени, и нам нужно противостоять вот этой политике удушения, это постоянно поддерживает, так сказать, тонус в американском политическом организме, понимая, что, давая им понять, что Россия, безусловно, будучи загнана в угол, безусловно переведет стрелки на то поле, на котором мы имеем паритет. Вот и все. Вот. Поэтому если вы так, ребята, вы на что намекаете? Короче, да? Вы что хотите? Вы нам говорите, что мы в финансах слабее, в гражданских технологиях слабее и отстали, что мы слабее, но при этом у нас есть ядерный паритет. Вы хотите перевести... Ну, говорю, ребята, вы понимаете, мы проигрываем в шашки, в бильярд, в водное поло, да? Но зато у нас совершенно разные, равные соотношения, условно говоря, там в городках. Вы хотите, значит, в городки с нами сыграть? Вы нам не оставляете никакой другой угрозы? Вы что, хотите, чтобы мы просто повесились? Этот номер не пройдет, да? Вот. Потому что... Ну, иными словами, дайте я переведу то, что говорит Миша, на совсем прямой язык. То есть, в конце концов, всегда ведь можно неофициально по тайным каналам сказать, мы ведь можем нанести по вам ядерный удар не обязательно в ответ на ваш ядерный удар, а в равной степени в ответ на финансовое удушение. По ошибке. Я говорю не про публичную речь, я говорю, в тайной дипломатии не нужно и кивоков делать. Ни по какой, ни по ошибке, а вполне полкан. Ну, понятно. 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 И если у тебя есть козырь, который страна получила, говоря, неимоверным усилием и сохранила, говоря, чудо и еще неимоверным усилием, да, то не пользоваться этим козырем просто очевидно глупо. А то и присуток. Поэтому прекращение финансовой войны может быть достигнуто путем прямого запугивания. Прямого. Да. Но единственное, что тут нужно понимать, очень важный момент. Вот люди, которые имели опыт в криминальных разборках 90-х годов, они знают один простой принцип. Пистолет ты достаешь в одном единственном случае. Если ты готов в любой момент из него выстрелить. В противном случае тебе же хуже будет. Это очень важно. Это очень важно. И мне кажется, что мы все знаем, это медицинский факт, что американцы сомневаются сейчас, а хватит ли у нас кишка, не тонка ли будет. Ведь это же на ничью пойти, это же не выигрыш для нас, это сведение к ничей. Хватит ли духу на это? Заметьте, сомневаются, это большой прогресс. 20 лет назад они не сомневались, что не хватит. Да, не сомневаюсь, что не хватит. Да, просто вообще никаких сомнений не было. Сейчас есть сомнения. Поэтому Миша, когда говорит о политике запугивания, понятно, что непременно, если мы хотим, чтобы она возымела какой-то эффект, а это безусловно, все мы хотим. Примерно должна быть четкая уверенность в том, что у нас... И для этого... Уверенность появляется благодаря инвестрации. Именно. Я и хотел сказать, что придется, это прогноз, который совершенно имеет все шансы сбыться, придется в паре мест в мире показать зубы. Не только показать решимость в отстаивании дипломатических интересов, как в Сирии, это тоже было важно, а впрямую показать военные зубы, пусть не атомные. И речь идет не про большую войну, но не для того, чтобы показать, что у нас там флот, а для того, чтобы показать, что у нас духу достаточно. Скорее всего, так и будет. Да, это очень важно. Я говорю, что главная, на мой взгляд, задача российской внешней политики заключается в том, чтобы полностью и абсолютно восстановить доверие наших американских партнеров в способности к ядерному сдерживанию. Даже не к ядерному сдерживанию, а это всегда называлось доктрина гарантированного взаимного уничтожения. На которой, собственно, строится фундамент нашей отношения с этой страной. Это единственная основа, потому что иначе бы нас не было в природе. Ну, может быть, их тоже вместе с нами. Вот если бы не эта такая гуманная, надежная, четкая основа, то... Это было бы ужасно, но обидно. Две великие страны, значит, стерли друг друга, и опять, значит, веселятся сплошные венгры. А нет, ну там надо заодно, конечно, заодно нужно санитарно обработать вокруг. Вряд ли, вряд ли бы веселились, там мало кто будет веселиться в этой ситуации, поэтому не надо.